Всем привет! Меня зовут КС. В этом видео я вам расскажу еще об одной программе для тренировки памяти, а также о том, как ее сделать. И для этого нам понадобится функция поиска в массиве. На форму помещаем следующие элементы. Ярлык. В нем будет выводиться подсказка к действию. Ярлык для вывода пройденного времени. Кнопка для новой раскладки. Кнопка для перемешивания. Таймер. А также файл, содержащий некоторое количество слов. В данной программе их должно быть не менее 20. А теперь переходим к коду. Так как мы будем работать с внешним файлом, то подключаем библиотеку ввода-вывода. В самом начале объявляем необходимые переменные. Массив ярлыков. Размер можно задать сразу, но в дальнейшем данную программу я усовершенствую, и размер будет меняться. Следом идут переменные для этих ярлыков. Размеры, положения, интервалы. Следом идут две пары массивов. В первой паре оригинальные, во второй перемешанные. Две булевые переменные. Одна для определения первого нажатия. Вторая для того, чтобы во время запоминания нажатия не регистрировались. Подпрограммы. Подпрограмма «Построение таблицы». Создается стандартным образом. 20 ярлыков, две колонки по 10 строк. Подпрограмма «Буковки». Для обнуления переменных и вывода в ярлыки слов. Обнуление. Новая раскладка. Для вывода нового набора слов добавляем в массив файл со словами. В массивы «Оригинальные перемешиваемые» добавляем случайные слова. Затем выводим эти слова. Перемешивание слов. Регистрируем выполнение подпрограммы «Перемешивание». Так как эта программа часть большой программы, то некоторые часто используемые функции и процедуры я поместил в модуль. После перемешивания значений в массивах выводим те же слова, но в другом порядке. Добавляем обработчик нажатий для созданных ярлыков. По сути, в него и помещается главный код. Пока мы запоминаем, кликать бессмысленно. Далее проверяем, в первой или второй колонке находится ярлык. Если это первое нажатие на ярлык из первого столбца, тогда выделяем слово красным. Ищем индекс этого слова в первом оригинальном массиве. Выбираем из второго оригинального массива слово «Пару». Ждем второго нажатия. Второе нажатие на второй столбец. Если слово в выбранном ярлыке верное, тогда стираем текст в обоих ярлыках и делаем их неактивными. Добавляем к количеству верных ответов единицу. Если мы угадали все, то выводим диалог «Заново» или «Выход». Если ответ не сходится, тогда выбранное слово опять становится черным. Если первое нажатие на второй столбец, выводится сообщение, что вначале нужно выбрать слово из первой колонки. В дальнейшем я сделаю возможным выбор из любой колонки. После этих нажатий обнуляем переменные нажатия. Как вариант, пока мы запоминаем, если нажать на любой ярлык, появится сообщение. В данном сообщении при ответе «Да» выполнится перемешивание. Хода для отрицательного ответа нет. Таким образом, при нажатии «Нет» диалоговое окно просто закроется. На этом процедура заканчивается. Теперь добавляем их нужные элементы. При загрузке строим таблицу и выводим слова для запоминания. В первую кнопку «Новый расклад» вывод новых пар слов. Во вторую кнопку «Перемешивание массива». В таймер «Отчет времени» и вывод его в ярлык. Ну а теперь проверяем. При запуске создается таблица ярлыков, заполненная случайными словами. При клике на них появляется информация. Для продолжения необходимо «Перемешать». «Продолжить» нажимаем «Нет». А теперь нажимаем «Да». Слова перемешиваются, и кнопка «Перемешать» становится неактивной. Кликаем по второй колонке. И у нас появляется сообщение. Сначала выберите слово из первой колонки. Выбираем любое слово. Но выбрать можно только одно. А затем выбираем слово из второй колонки. И если это слово не является парой, то тогда оба слова остаются. Создаем новый расклад. Кнопка «Перемешать» опять на месте. Нажимаем «Перемешать». И заполняем. Выбираем любое слово из первой колонки. Оно краснеет. Затем выбираем слово из второй колонки. Если это правильная пара, они исчезнут. Иначе слово в первой колонке станет снова черным. Цель тренировки за наименьшее время найти все пары слов. По нахождению всех пар появится сообщение. За сколько время мы справились. Если мы нажимаем «Да», то появляется новая раскладка. Если нажимаем «Нет», то программа закрывается. Данная программа будет включена в очередной выпуск «Игр для развития мозга». Ссылка на нее будет в описании. А сам код появится через некоторое время на сайте. На сегодня это все. Кому понравилось, ставьте лайк. Если имеются вопросы, пишите их в комментариях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok